Приветствую вас! И давайте, кстати, какой-то конкретный совет по поводу того, как поступать, было бы непрофессионально. Почему? Потому что, если мы вам все это посоветуем, то получается, что мы берем ответ на себя за ваши поступки, за ваши решения. А это, как вы понимаете, не является хорошим, потому что вам нужно принимать самостоятельное решение за свою жизнь. И, соответственно, тоже нужно самостоятельно. Мы можем помочь вам только лишь увидеть ситуацию с более полной травмой, помочь вам взглянуть на нее под новым углом, и тогда вам будет легче принять решение. Значит, первое, что хочу сказать. Ваш сын подросток, он сейчас не испытывает радости и счастье от того, что вы с его отцом живете в таком состоянии постоянного скрытого конфликта, можно так сказать. И поэтому вряд ли ему на пользу идет такое пребывание. Если вы расстанетесь, если вы расстанетесь с мужем и уйдете к тому хорошему человеку, то, как минимум, в жизни вашего сына исчезнет постоянная конфликтная ситуация, которая генерирует в нем постоянно нервную напряжение, стресс и так далее. То есть, для ребенка так будет лучше. И вы не можете этого не понимать. Скорее всего, вы это понимаете. Вы понимаете, что для ребенка будет лучше, потому что он сможет и со своим общаться легко. И, как бы, атмосферка у него будет здоровая и прочее. Поэтому в разводе ваша машина только поможет. Но, вероятно, вы не лежаете на развод по какой-то другой причине. Может быть, вы сами чего-то опасаетесь. И тогда, наверное, нужно понимать чего. Может быть, вы опасаетесь того, что все-таки с мужем, каким бы плохим он ни был, есть определенная стабильность. А новый хороший человек – это все-таки риск. И, как женщина, вы этого риска боитесь. Тогда, опять-таки, нужно понимать, что без риска счастье построить невозможно. Это во-первых. Ваш сын будет счастлив только в том случае, если вы будете счастливы. Невозможно сделать ребенка счастливым, если его мама несчастлива. И потому психологическую травму наносит ему как раз ваше поведение, при котором вы не решаетесь на развод. По сути, синита у вас уже как таковой нет. Ведь вы готовы развестись. Вы встретили другого человека. Синита у вас уже нет. И ребенка это не может и не чувствовать. Соответственно, если вы действительно чего-то боитесь, сами, для себя, то с этим драком нужно поработать. Но нужно убрать его. И тогда вы сможете принять решение, не опасаясь чего-либо. Видя мир наиболее адекватный, наиболее реальный. Так, чтобы решение вы приняли наиболее взвешено. Исходя из интереса вас и вашего ребенка. Чего хотите вы и что будет лучше для вас? Ответ. Что будет лучше для ребенка? Ответ. И вот, как бы, ответ объективный, ответ наиболее приближенный к реальности, вам я уже дал. И теперь вам осталось только самостоятельно подумать, чтобы тоже блокировать по-настоящему решение о улучшении вашей жизни. Что мешает вам? И выявив это или признав, что есть какой-то внутренний личный блок у вас. Надо, чтобы развести с этим блоком нужно поработать. Ну и, наверное, лично говорить, что если мужчину вы не уважаете, как вы пишете, что вы его не уважаете из-за шанса. То, значит, вы его не любите. Если вы его не любите, значит, гармонии нет. И отсутствие этой самой гармонии причиняет, по сути, вашему ребенку куда больше вред, чем если бы вы были без мужа. Тем более, что жадность бьет и по нему тоже. А это не есть хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok